2017 год завершился. Структуры и организации подводят итоги работы. Славянский отдел внутренних дел не исключение. На совещании, которое прошло в городском Доме культуры, полицейские отчитались об итогах оперативно-розыскной деятельности за прошлый год. Поставили задачи на год текущий. Подробности в следующем материале выпуска. Подведение итогов оперативно-розыскной деятельности за 2017 год приняли участие личный состав отдела МВД по Славянскому району, заместитель начальника главного следственного управления МВД России по Краснодарскому краю Светлана Аксёнова, помощник славянского межрайонного прокурора Владимир Лешута, а также начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством славянского района Владимир Кузьменко. Открыл совещание руководитель отдела МВД России по славянскому району Юрий Скорняков. Хочу сказать, что подводя итоги, важно осознать, что рассматриваются они нами, в первую очередь, не с позиции имеющихся достижений, или количественных показателей, а с точки зрения тех проблем, которые актуальны сегодня для районов в целом, и которые нам предстоит решить в ближайшее время. В основе оценки нашей работы должны стоять не сухие цифры статистики, или простой подсчет раскрытых преступлений, а реальная безопасность наших граждан. Именно в таком ключе сегодня должны состояться обсуждения итогов работы. По итогам работы за прошлый год славянский отдел МВД получил положительную оценку краевого управления. Благодаря эффективно проведенной профилактической работе удалось значительно снизить общее количество совершенных правонарушений почти на 10%. Что касается раскрываемости, то она по всем направлениям работы составила почти 59%, что на 4% выше, чем в 2016 году, и на 4,7% больше краевого показателя. По итогам 2017 года деятельность отдела МВД России по славянскому району была оценена положительной. Значение итогов эффективности издательного работы составило 54,34 балла, при среднем по краю 51,29, что позволило отделу занять 14 место в рейтинге среди территориальных уронов по краю. Несмотря на определенные достижения, есть и ряд проблем, которые необходимо решить. По сравнению с прошлым годом увеличилось на 41% количество грабежей чужого имущества, большая часть из них была совершена на улицах и в общественных местах. Выросло и число нераскрытых преступлений, связанных с телефонным мошенничеством. Преступников не удалось привлечь к ответственности по 34 эпизодам, что на 22 больше, чем в 2016 году. Резко увеличилось и количество ДТП. Для того, чтобы на улицах города и района стало безопаснее, все отделы полиции должны активизировать свою деятельность, особое внимание уделить профилактической работе. Такая задача была поставлена перед славянскими полицейскими и их руководителем. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».